12.06 в Кирове продолжается программа «Разворот на бизнес». Сегодня такой разговор, что даже, знаешь, прошлое стесло. Он все равно дневной и очень горячий. Напомню сразу тему разговора. Это рост с препятствиями надзора, схемы размещения, конкуренции и другие преграды на пути Вятского. «Хорека» – расшифровывая индустрия гостеприимства. Ну и сейчас, наверное, мы наконец-таки услышим лайнер, да? Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». И в гостях у нас сегодня уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. И снова здравствуйте. Председатель комитета по ресторанному бизнесу «Общепит» у Кировского отделения «Опоры России», а также общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в сфере торговли «Общепита» Татьяна Крикородцева. Добрый день еще раз, Татьяна. Коммерческий директор торговой марки «Сели Паэри» Петр Кочетов. Всем доброго дня. И к нам подошел, присоединился, чему я очень рад, Семен Критманов, владелец сети «Пекарьный домашний». Доброго дня. Да, мы тут будем делить микрофон, потому что никто не хотел уходить. И это правильно. Это правильно, да. Если бы человек здесь был, мы бы все равно общались достаточно комфортно и хорошо. Мы разговаривали преимущественно в первой половине встречи о такой проблеме, как контроль. Серьезный контроль о перспективах появления регуляторной гильотины и сокращения некоторых абсурдных контрольных и нормативных требований к бизнесу, который занимается общепитом. А сейчас хотели остановиться, тоже вчера была на форсайт-сессии, тема размещения объектов, нестационарных объектов в городе. Она существует, существует уже порядка, наверное, 5-6 лет. Больше. Больше даже, да. И вопросов к этой схеме, на самом деле, вопросы есть. Она сейчас состоит из двух кусочков, точнее, есть схема муниципальная, то, что касается муниципальных земель, есть. Отдельно стоящие объекты, не только торговли, но и общепита, которые установлены на землях, принадлежащих домам. То есть там уже собственники этого жилья на общем собрании решают, ставить там киоск с водой или нет, ставить пекарню или нет и так далее. Иногда это идет вразрез с расположением коммуникации, истории такие тоже были. Но в целом то, что вот есть эта разрозненность, и муниципалитет не влияет, не имеет влияния на те объекты, которые стоят на придомовых территориях. С одной стороны, с другой стороны, вопросы у бизнеса, что им предлагают те места в городе, которые, в общем, они считают непроходными и не очень привлекательными. Вот так это звучало вчера, и Александр Алексеевич Сидельников как раз по этой теме отчитывался и делал свои предложения и перспективы. Как видят это сами предприниматели, как видят это уполномоченные по защите прав бизнеса? Насколько схема, существующая в сегодняшнем варианте, устраивает бизнес, и что можно было бы изменить к лучшему? Ну, тут однозначно можно сказать, что данная схема, она не устраивает бизнес, потому что то, что мы видим сегодня на заседаниях рабочей группы по размещению НТО, это тоже как-то такая система НИПЕЛЬ, новые места не водятся, старые сокращаются. Почему сокращаются старые места? Этому тоже, в принципе, есть логическое объяснение с точки зрения эстетики, существующие места, ну, как-то ее нарушают. Приведись примеры городскими чиновниками, что вот в этих местах какая-то непонятная, там, тетушка обслуживает, там, полупьяная, мне-то, моему ребенку это не нравится. В принципе, это возможно, что что-то можно признать какими-то резонами, но как бы это ни было, у нас на сегодня схема размещения НТО постоянно предусматривает сокращение этих мест. На что мы акцентировали внимание, когда была рабочая группа еще в конце прошлого года, и это было высказано главой городской администрации, что первое все-таки должна быть понятной, согласованной с бизнесом хотя бы, с деловыми ведениями схема размещения, и второе, если не устраивают те объекты НТО, которые построены сейчас субъектами предпринимательства, определите требования, как минимум, к сезонным НТО, второе, к универсальным. То есть, должны быть требования по эстетике, требования по единообразию, но в конце концов, требования по тому, кому обратиться, кто их там будет делать в едином формате. То есть, речь-то идет опять же о том, что должны быть некие правила, да? Правила, которые не должны быть по 40... Возвращение по внешнему виду муниципалитет сейчас пока не может, и именно поэтому мы с этим столкнулись, когда предлагали, вот, киоски должны выглядеть так. Но, наверное, это и правильно, Журавлев Владимир Вениаминович, депутат городской дома, вчера сказал о том, что, ну, ребята, на самом деле киоски могут быть вообще эстетически привлекательными, прикольными, и изюминкой города, если подойти к этому творчески. Главное, не ограничивать эту фантазию предпринимателей. Ну, мы сейчас ждем, потому что у нас в концепции городской будет развитие все-таки мини-рынков. Это касается и центральной территории, вот, где у нас тут центр города, это касается периферии, в частности, обсуждалось для района ДСК тоже развитие там мини-рынков. Мы сейчас ждем. Были озвучены сроки. Ну, о чем сказал вчера Сидельников, что мы ждем новую схему возмещения, которая сейчас будет активно обсуждаться, и что она выйдет, назвал срок, если не ошибаюсь, 1 октября. Ну, я не совсем понял. Вот это размещение именно торговых объектов. У нас сегодня речь об общепите. У нас шире тема, да, рассматриваться. Вообще, есть перспективы появления схемы, вот, как раз сезонной схемы размещения объектов общепита, заведений, кафе и так далее. Это имеется в виду летних кафе вот этих, когда каждый год они объявляют. Да, или хотя бы перспективные места, где эти, там, улицы общепита могли выводить не только 9 мая или в день города, да, в определенных местах, а все лето на протяжении всего лета. Ну, как минимум, нам сейчас нужно дождаться ближайшего заседания рабочей группы по схеме размещения НТО. Вот, я, к сожалению, сейчас не могу сказать срок, но вот будем сейчас мониторить, когда городская администрация объявит срок. Тогда у нас в эту рабочую группу входят и деловые объединения, и обыцмен. Мы постараемся выступить единым фронтом и все-таки вот добиться от городской власти понимания, как это будет в сезонном выражении, как это будет в универсальном выражении. Давайте подождем. Форсай-сетья для того и была, чтобы просто обозначить проблемные точки. Данную проблемную точку мы обозначили. И давайте не забывать, что помимо все-таки схемы размещения НТО, у нас для данного сегмента, для индустрии гостей применства, как минимум, в сегменте общественного питания, еще важны территории проживания. Первые этажи, где, собственно, они, то есть не только в объектах НТО должны размещаться, а еще первые этажи. Вот здесь тоже требуются, понятно, правила игры, и тут, наверное, все-таки необходимо, чтобы бизнес тоже находил какие-то плюсы для проживающих. Потому что понятно, что все-таки с точки зрения проживающих это определенный дискомфорт. Здесь будут какие-то машины подъезжать, да, там, как многие жалуются, тут какие-то запахи будут, мусор, тут будут какие-то проверяющие ходить. Значит, надо сделать так, чтобы это было удобно. Мы приводили пример Европы, когда жители с пятого этажа спускаются на первый этаж и, собственно говоря, в приятной атмосфере, обслуживаясь заботами и официантами, выпивают кофе и едят утренние круассаны. Мне кажется, вот не хватает кондоминиумов, не хватает объединений жильцов, да, когда дом является собой какой-то организм, единый. И они могут прийти к соглашению, что, ребят, да, мы готовы пустить пекарню там домашнюю, и не будем высказывать никаких претензий, если вы будете выполнять условия. Вот вам отдельный мусорный бак, да, которым вы пользуетесь, и вы за него отвечаете, и вы за него платите. Мы будем покупать у вас хлевушек, приходить свежий, или там есть в гриле, и даже готовы, чтобы там спортбак был, в определенное время будем приходить. Но для этого должно быть еще, да, должно быть объединение граждан. Олег, может, нам сейчас имеет смысл как раз послушать практику, вот как у нас как раз Семен открыла свои пекарни. Да, пекарни как раз, да. Семен, подвиньте немножко микрофончик себе, да. То есть у вас преимущественно в первых этажах жилых зданий? У нас есть различные объекты, это и в нежилых зданиях, в жилых зданиях, и также размещение в объектах, не сценарных, скажем так. В НТО, да, как сейчас говорят. В НТО, да. К сожалению, там практика на самом деле складывается так, что по сущным требованиям очень мал выбор мест для размещения. А те места, которые подходят для размещения сегментов общепита, они со стороны бизнеса не совсем интересны, да. То есть или там проживает недостаточное количество населения, или не хватает проходимости, трафика так называемого, да. И то есть здесь мы ищем такие варианты, при которых мы и соблюдали бы требования, и с другой стороны не создавали бы там какой-то дискомфорт для жителей. Ну вот, как Олег сказал, что нужен кондоминиум, я так сказал, что, ну, наверное, коллеги с рынка общепита подтвердят, что, в принципе, отношение, наверное, не только семейного общепита, а к предпринимательству пока у населения отчасти бывает отрицательное. Да, то есть и когда ты приходишь с предложением к представителю ТСЖ, например, ну, порой можно услышать предпринимателей, это бандиты, это, в общем, вы, наверное, сделаете все плохо. Ну, обычно говорят, вы у нас вот развернете водочную торговлю, все будут пьяные, будет сплошная милиция, драки, детей будет некуда вывести, вот на этом разговор заканчивается. И на этом фоне возникает такое понятие, как экстремизм со стороны, ну, бывает там разный экстремизм, то есть вот один такой вид, я бы сказал, что это экстремизм со стороны мер жителей, да, то есть и вплоть до шантажа может доходить такие какие-то меры. Поэтому именно для подбора помещений ситуация, Сашина, такая серьезно напряженная, и объектов не хватает, месточные для размещения объектов, там, хорика не хватает, действительно. А тогда вот эта идея, которая тоже несколько раз звучала, и в перерыве мы об этом говорили, создание какой-то вот зоны, где можно было свободно, ну, зоны отдыха города, горожан, где можно было бы хотя бы в летний период, это ранняя осень, поздняя весна, размещать там не стационарно, а может быть даже стационарно объекты общепита и там торговли, и пекарин, и так далее. Ну, вот смотрите, у нас же есть... Нет, вопрос, Семен. Я думаю, что мы говорим про общегородскую тенденцию. То есть было бы тебе интересно с точки зрения размещения в такой зоне? Ну, на самом деле интересно, да, и, может быть, даже не сезонного, а круглодичного использования, да, то есть мы готовы были бы поставить павильон, если, соответственно, у нас коммуникация согласована, да, и так далее. Нам нужно понимать, что там на срок 6 месяцев это будет какое-то временное строение, то есть не что-то капитальное. Соответственно, если нужны там капитальные строения с определенным видом, это должен быть срочный договор, да, то есть какие-то, может быть, льготы по коммуникациям, потому что есть структуры, которые отвечают у нас за подводку воды, электричества, и это монополисты, которые диктуют определенные условия. И вот мы столкнулись там в ряде объектов, мы просто с ними иногда не можем договориться. Вот, поэтому здесь, если говорить по средству создания такой площадки, допустим, конкретно со стороны нашей компании, нам было бы интересно поучаствовать в таком проекте. Я как раз думал... Олег, давай мы сейчас прирумем эту тему, продолжим ее через 40 секунд. У нас просто по регламенту перерыв, а я сегодня отвечаю за регламент. Общипит должен быть, общипит. Разговор тут продолжается без нас, Олег. На самом деле я хотел немножко встрять, опять же, опыт европейских стран. Муниципалитет не должен заниматься развитием бизнеса. Он должен создавать условия предпосылки инфраструктуру. Как, допустим, в Осло, муниципалитет не поддерживает музей, как все частные. Но муниципалитет обеспечивает единую план-схему и привлечение туристов в эти музеи. А дальше уже или какую-то инфраструктуру создает, дает доступ к воде, дает место. А ты дальше развивайся и делай. То есть, когда на тебе не лежит бремя этих согласований. А почему вопрос-то задал про вот такую территорию для развития? Как раз с Владиславом обсуждали место, да, может быть, озвучить, да, где потенциально это было бы интересно. Ну, давайте посмотрим. Вообще, изначально, если мы говорим про урбанистику, то город для горожан. Это первейшее правило, это аксиома. Город для горожан. Даже не то, что там для туристов, для горожан. А что такое город для горожан? Ну, чтобы по городу горожане могли где-то пойти погулять. Где обычно гуляют? Ну, понятно, что в парках. Но традиционно в тех городах, где есть река, это первейшее место отдыха. Применада, это набережная. Набережная, безусловно. И если мы вспомним, по примеру, Питер. Ну, вот мы обсуждали Дюссельдорф. Та же Ялта. Мы все ходим по набережной. И что мы там? Мы там не просто ходим. Мы через каждые пять метров наблюдаем очередное кафе, где можно посидеть, посмотреть там на критике чаек, помедитировать. Берем киров. У нас есть всего единственная точка, где можно это расположить. Да, там что-то начинает делаться, но там нет места для применада. Там только узенькая тропиночка вдоль реки. Вот как раз, наверное, целесообразно с городом эту тематику обсуждать. Как сейчас там называться кафе? Гранат. Вот. Это, конечно, не реклама. Но вот если вот мы... А, кстати, если мы посмотрим сверху из ротонды вниз, то что мы там увидим? Мы увидим там замусоренный... Кучу саун, авторемонтных мастерских, на пристанской кучу мусора. А вот в идеале люди, смотря с работы, должны... Хотя это идеально красивое место. Да, они должны смотреть вниз и видеть, как там идет преминат, там люди гуляют. И там вот есть вот эти вот кафешки, оттуда должны быть, как сказать, прекрасные запахи свежего хлеба. Вот я думаю, что... Ну вот такой свежего там, опять же, и гриль там не помешает тоже свежий запах. Смотри, вопрос... И вот и там идеальная точка, где наш общепит может выставлять свои продукты и конкурировать. И сразу такой вопрос. У меня возникает, да. А цель-то какая? Вот я услышал, цель именно повысить качество жизни горожан, а не заработать. В такой ситуации это должно быть для бизнеса на каких-то очень-очень риготных условиях. Я бы даже сказал бесплатно, потому что то, что нам придется сделать, чтобы там поставиться, это огромные затраты. Чтобы сделать там адекватную кухню, соблюсти все правила санитарии, чтобы как-то вот этим людям создать эту радость, в любом случае, это не будет приносить никакой прибыли. И во-вторых, это будет сезонно довольно-таки, потому что зимой туда никто не пойдет. Да, это сезонно. Ну что вы, это же не так. Да я думаю, если там город составит нормальные условия подвод коммуникаций, транспортная доступность, место для стоянки, освещения, то бизнес там станет в осень, чтобы там взять, взять место. Если это не разовое явление, ежегодное, которое будет накапливать традиции, и люди будут традиционно там гулять. Ну то есть для этого нужно продолжаться. Это долгий проект довольно. Мы-то уже говорим о культуре, о культуре общественного питания, о культуре принятия пищи. У нас людям зачастую 150 рублей ценник столовой дорого. Вот и все. А посидеть с видом на реку и... Это бесценно. Да, это бесценно. Человек так или иначе что-нибудь возьмет. Потребности, я говорю, мы если исходим с вами из потребностей людей, то потребность в стране есть. У многих есть потребность летом посидеть в летнем кафе. И вот в этом плане мне было бы интересно, чтобы у нас появилась возможность хотя бы у своих заведений сделать летнее кафе. Потому что гости-то просят. Они хотят сидеть на улице под солнышком, а не под кондиционерами. Это у своих заведений, а если это будет центральная площадка... Но даже у своих заведений надо согласовывать сейчас. Это практически нереально сейчас. Это практически нереально очень многие точки, где раньше всегда было можно прийти прекрасно. Вот в знакомое заведение, только посидеть на улице в прекрасную погоду. Сейчас этого нет. Мы себе не можем этого позволить. Я не могу понять, почему этого нет. Татьяна, может быть, нам ответит, почему исчезла вообще уличная... Почему так мало места осталось, и места эти где-то находятся, не там, где прикормлены человек? Ну, они исчезли, наверное, с того момента, когда запрет был на шатры, шатры, где продажа пива. И это связано с федеральным законом о запрете спиртных напитков, в том числе пива, на улице. Кафе, скорее всего, после того, как ликвидированы были все шатры, шатры убраны с улиц, у нас не осталось места для летних кафе. Действительно, летних кафе очень мало. Или те, у которых площадки, так скажем, свои, на собственной территории, они не должны согласовывать. Те территории, которые придомовые, должны согласовываться. И, как нам вчера же сказал начальник управления предпринимательства, то выставляется в марте, в марте выставляется схема размещения, и предприниматели могут отыгрывать эти места в марте. Ну, то есть это за 45 дней. Но практически предпринимателю, например, вот, ну, лето бывает разное, да, вот вы захотели сегодня в мае, в конце мая, уже в июне поставить, вам невозможно это, вам никто не даст. Потому что разыграно все с марта 45 дней, поэтому вот такие вот трудности есть. И рядом со своим заведением это не сделано. И еще, наверное, у людей есть вопрос. Вот я, предположим, маленький предприниматель, у меня свое заведение, там, столовая, да, у меня 150 метров, чтобы уложиться, чтобы платить ту налоговую систему, которую я выбрал для себя, потому что, извините, при общепитии платить больше, это, ну, смерти подобное. Не будет никто есть за такие деньги, за большие. То есть он хочет поставить, но у него же увеличение торговой площади. Да, в этом плане... Механизма нет. Механизма нет, но налоговая говорит таким образом механизм, что если она придет, она высчитает эту площадь, и, конечно, будет уже у вас там пересчет и так далее, и так далее. Ну, вот, такие инциденты были, действительно. Владислав, а решить эту тему, пробить ее на региональном уровне, на уровне муниципалитета реально, возможно? Я думаю, что, возможно, первое правило, что мы, наконец-то, вошли в стадию диалога. Вот путем форсать сессии, путем именно обратной связи от бизнеса. Сейчас задача все-таки все это сформулировать, донести до властей, в частности, до муниципальных руководителей, что нужно бизнесу. И второе, что взамен получит город. То есть мы же говорим, что у нас сегмент хорика – это не просто бизнес, это колоссальная социальная, культурная ответственность, потому что он является частью туризма, является частью имиджа, который мы формируем. То есть если наш бизнес, это не просто действительно ларек, торгующий пивом, а это какой-то бренд, наш вятич, или вятский квас, или что-то еще, и это действительно красиво, это удобно, и, как сказал Петр, что человек, который приходит, он должен остаться довольным. Вот тогда это и городу выгодно, то есть это улица с вторым движением. То есть бизнес что-то дает, но взамен бизнес что-то скажет, все просят. У него есть коммерческие интересы, город получает, энтертеймент, город получает удовольствие и бренд. И налоги получает город. И налоги получает. И дополнительные рабочие места. И рабочие места, кстати, это чрезвычайно важно. Вряд ли заведение сильно выиграет от того, что у него летнее кафе, потому что я не всегда уверен, что прям придется в два раза больше людей. Просто люди из помещения придут на улицу, и не совсем обоснованно тут переходить на другие налоги. С моей точки зрения, конечно. Ну, естественно, а для вас как предприятие это дополнительный маркетинговый ход? Маркетинговый ход, какое-то действительно удовольствие человеку покушать в других условиях. Сменить обстановку, улыбнуться. От солнца мы улыбаемся, а у нас зима с вами тут по 8 месяцев. Еще одна тема, которую мне бы очень хотелось обсудить, она вчера звучала тоже лейтмотивом. В выступлениях практически всех это кадровая тема. И не с точки зрения того, что пожаловаться там, да, с кадрами в этой сфере плохо. И Семен как раз говорил о том, что кадры стареют, те, кто, пекари, которые профессиональные, да, уходят. Молодежи это не очень интересно. А вот с точки зрения создания предпосылок, и это тоже звучало, ну, то есть что можно было бы сделать для того, чтобы вовлекать молодежь в эту сферу, делать ее престижной, делать ее интересной. Есть ограничения, понятно, там, финансовые, но даже, возможно, это не самое главное для молодого человека, если это, ну, как бы, на хайпе. Ты имеешь в виду ограничения финансового заработка? Ты имеешь в виду официантом, модно, престижно, и, как бы, ты являешься, ну, это же дело отношения. Одно дело, если ты считаешь себя обслугой, и, в общем, как это, несуном, или как это? Блюдоносом. Блюдоносом, да. А другое дело, когда ты являешься таким ключевым моментом между кухней, потребителем, продажником и еще и психологом, да, и совершенствуешь свои навыки коммуникационные, наверное, для поколения Z это такая тема. Не совсем, но люди, которые совершенствуют коммуникационные навыки, и это как-то звучало у нас в программе, в будущем будут точно получать много, и они будут востребованы. То есть лет через 10 уже это будет твоим конкурентным большим преимуществом. Что происходит и что можно сделать для того, чтобы кадры обновлять, и для того, чтобы их хватало даже для растущего нашего бизнеса, хорика Татьяна? Ну, да, я могу сказать. Значит, здесь такая двойная работа должна быть. Во-первых, нужно работать нам с высшими учебными заведениями, да, и в том числе с техникумом. В техникуме обязательно должны быть разработаны такие программы, где преподают именно практики. Мы уже это говорили. А практики готовы? А практики готовы, да, практики готовы. Вчера выступил так же, как Нин Светаев Андрей, да, он сказал, мы готовы, мы как практики можем рассказать, можем зарядить этих молодых, да, людей. То есть вот необходима вот такая у нас консультированная работа между учебными заведениями. Так же точно можно проводить такие краткосрочные курсы. Например, Центр инвестиций готов сейчас рассмотреть курсы. Курсы именно не для, конечно, поваров, потому что это все-таки профессиональное обучение, а и управляющие администраторы. Так же точно мы будем привлекать туда практиков. Ну, и для бизнеса, который уже состоялся, и который хочет дальше развиваться, да, в нашей сети. В свое время у нас правительство Кировской области нам привозили прекрасных тренеров. Это и из Москвы, и из Санкт-Петербурга с бизнесом согласовывали эти программы, и мы участвовали в трехдневном семинаре, полноценном семинаре, где нам совершенно бесплатно, но бизнес был полностью, рассказывали о тех... Мне кажется, бизнес даже и заплатил... Да, мы можем и заплатить, да, если такой вот качественный тренер приедет и расскажет свои технологии, технологии успеха, и были очень такие интересные занятия. Многие бизнес подчеркнул это, и мы вот сейчас вот на этих стандартах даже до сих пор работаем. Петр, есть мысли как раз по решению глобально-кадровой проблемы? А вообще сейчас как, Петр, вот сейчас вот как она решается? Она решается каждый день, ну как она решается, каждый день требуются люди. То есть у нас всегда открыты вакансии, всегда нужны официанты в раздаче, официанты в зал. Я не всегда скажу про официантов, которые прямо работают именно с гостями, но мы еще ведь вносим в столовую даже подносы, то есть мы делаем полный сервис. Как вчера Андрей Несвятаев, по-моему, говорил, да, что официанты уходят через 4-5 месяцев, чтобы выучить, нужно 6 месяцев, да, качественно, официанты. Раскрыться, почувствовать, ведь мы действительно хотим, чтобы официант был некий такой, ну, приятель твой в этом заведении, который тебе поможет выбрать, принесет, расскажет. Мы вот не запрещаем даже там пообщаться более глубоко, как friendly bar, то есть даже шутить, прикалываться, играть перед ними в какие-то вещи, там, дать настольные игры. Все то, чтобы человеку-то было прикольно отдохнуть там, посидеть, не просто покушать, но все-таки сюда отдохнуть, да. И вернемся к персоналу, конечно, в первую очередь. Проблема стоит остро, особенно вот сейчас она стоит остро, когда начинается дачный сезон. Вы знаете, профессия мойщицы, уборщицы, гардеробщицы. Все на картошку уехали. Все уехали на картошку, их просто нет. Кого ставить? Ну, есть придумайте нам роботов технологичных, которые прибираться, а то пока роботов они там что-то воюют. Дайте нам робота, который пойдет и помоет полы. Пока работаем, конечно, создаем какие-то системы найма, приема, отбора, адаптации. И, конечно, работаем активно на прием. Но вот из того, что вчера звучало, действительно, вот я две вещи как бы услышал правильные. Одно, да, когда мы отправляем там учиться в Москву или в Питер людей за очень большие деньги, там, да. И не начинают загораться. Ну, они загораются, 2-3 человека возвращаются. А другое дело, за эти деньги здесь, если собраться, вот можно сделать просто огромное обучение. Можно было бы сделать какой-то эгидой и даже пошуметь по городу, чтобы молодежь что-то услышала, что есть, ребята, ресторанный бизнес. Это бизнес, который сейчас учит с нуля вас. В принципе, приходят ребята, чему-то где-то научившиеся. Мне кажется, эти профессии очень хорошо в эту тему работают. Может быть. Они приходят с потухшими глазами иногда, что уставшие, и думают, вот сейчас я буду тут супчик накладывать и все. А потом они начнут раскрываться. И, оказывается, если они с головой, они могут дальше расти, потому что сюда мало кто приходит. Они могут стать менеджерами. Но менеджеры, они у нас, да? Они, оказывается, помогут свой бизнес открыть, потому что они пройдут весь этот путь. Мы как говорим, 5% только можно свой бизнес открыть, правильно? Ну, так эти 5% это тоже немало. Но главное то, что мы готовы учить, вкладываться в этих людей. Если нам помогут в этом плане организовывать какие-то мероприятия, то, наверное, будет хоть престиж профессии расти хотя бы. Хотя вчера мы это обсуждали. И студенты учиться уже не хотят идти работать, они учатся. И поток-то, он не очень такой большой. Опять на грустные мысли перерыв придется делать. Ну, я думаю, потом мы продолжим эту тему. Ну, не самое веселое, что-то там. Это факт, мы принимаем с ним работу. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Разговор у нас не прекращается ни на минуту, даже трудно сказать. Возвращаемся в студию, потому что никто из него не уходил. Мы говорим на тему развития системы индустрии гостеприимства на Вятке. И назвали «Рост с препятствиями». Препятствия есть, их много, но рост тоже есть, и он неизбежен. И сейчас как раз вопрос обсуждался о том, что нам все равно грозит экспансия. Она уже есть, экспансия других брендов на этом рынке иногородних. Хотя вятская кухня, побывав в сопредельных регионах, она все-таки славится. И с той же «Ешка-рык» нам ездят в рестораны, в кафе сходить в вятские. Это безусловно, и очень любят нашу кухню. Так вот, как быть и как готовиться к этой экспансии федеральных брендов и федеральных франшиз? Я думаю, что Семена попросим сказать, потому что сети пекарен сейчас – это прям какое-то засилье. Но, с другой стороны, еще рынок есть потенциал для развития. Да, Олег, совершенно верно. По некоторым данным, скажем так, расчет на мощность нашего города около ста пекарен. Хотя в данный момент, на мой взгляд, рынок достаточно уже насыщен пекарнями. И открывающиеся заведения делят выручку с соседними. То есть уникальных мест по размещению уже практически не осталось. И предлагая идентичные продукты, получается, просто заведение делят клиентов. Если говорить про конкуренцию, конечно, есть. И федеральные бренды заходят сильные. У них достаточно хороший ресурс. Это проработана IT-система. Работа с кухней поставлена на качественном другом уровне. И работают с профессионалом. Поэтому, как готовиться, это развиваться в свою компанию. То есть заниматься, прежде всего, собственным обучением. Отслеживать все новинки. Все, что происходит на рынке, касательно каждого вопроса бизнеса. Это и работа с персоналом. Ну вот смотри, есть вещи, которые... Есть вятские хлебопеки, есть вятские рестораторы, чисто бренды вятские. И каждый разрабатывает на коленке свою CRM-систему. Каждый проводит сам отбор кадров и обучение этих кадров. И, ну согласись, было бы, наверное, правильно, если бы этими знаниями хотя бы вятские компании могли между собой делиться, пусть за деньги. Но это меньшие затраты, чем самому нанимать программистов, которые будут это делать. Чем самому этих тренеров приглашать. Да, все-таки лучше сложиться и пригласить их. Однозначно, да. Конечно, там, у них наши ресурсы могли бы там и, может быть, какие-то даже решения совместно разработать, усилять там наши IT-системы. Ну, не только IT-системы. Снизить издержки, в конце концов. Да, снизить издержки. Там, совместные закупки у нас в городе тоже практикуются с некоторыми компаниями. Отличный способ получить там некое конкурентное преимущество. Ну, я вот все-таки повторюсь, что прежде всего нужно начинать, наверное, с образования. И с того, что нужно держать руку на пульсе. Ну, даже если я в среде из того, что федеральные компании имеют некоторый там более мощный ресурс, они применяют более там современные решения, они их отслеживают постоянно, там, накачивая на другом уровне, следят за этим и внедряют постоянно в свои компании. Поэтому они находятся на плаву, могут масштабироваться. Поэтому здесь вот предприниматели требуют то же самое. То есть не быть в скорлупе, скажем так, да, то есть закрытой, а постоянно анализировать, слежать рынок и внедрять в себя все новинки. Ну, и, конечно, на местном уровне здесь, да, то есть мы могли бы с компаниями, то есть на самом деле такое уже есть там, да, объединение Петро, да, в плане общепита, то есть мы могли бы какие-то решения совместные там делать, то есть оптимизировать наши затраты, ну, или там улучшать какую-то систему бизнеса, чтобы мы могли не только протестовать федеральным игрокам, а сами выходить за пределы нашей региона, развиваться в России. Петр, ты видишь в чем-то, в каких-то направлениях тоже вот такую конвергенцию, да, там, ну, объединение ради общей цели? Сейчас мы делаем в этом плане, наверное, какие-то первые шаги, вот тоже еще прошло несколько встреч в городе рестораторов между собой, понимаем вот то, что мы не конкуренты друг другу, у нас разный продукт, что мы можем поддерживать, вместе формировать какую-то культуру, возможно, проводить вместе какие-то, ну, скажем, слово мероприятия, пока так, не могу рассказать картой, возможно, что-то и будет, появится в этом году уже интересное. А в плане IT-системы, наверное, здесь, ну, это действительно сейчас основное, о чем мы говорили вчера, это автоматизация IT-системы, персонал. Еще и доставка еды. Да, то есть мы мыслим именно категориями, не просто вот походить каждый день там поделать продукт, а мы делаем о том, как это масштабировать, как это делать всегда и повторять это без нашего участия, да. Только так можно развиваться с франшизой за пределы города, то, например, к чему мы готовимся. То есть торговая марка «Селия Пэйли», она зарегистрирована на территории Российской Федерации, это уникальное название, как бы считается, и мы его правообладатели, и мы его сейчас будем развивать дальше. И по IT-системе мы их пишем под то, как построено у нас. Нет унитарных процессов, которые были бы, вот, совпадали. И получается, мы придумываем, вот сегодня так кабинеты расставлены, которые я получил там, да, в этом здании, я под них пишу процессы, кто куда пошел, стандарт, как где что считать, что перенести. Вот это очень большая вещь. Нам очень трудно стандартизироваться в ресторанном бизнесе. Трудно, потому что каждый уникален. Потому что уникален каждый продукт, уникальное каждое помещение, которое мы получим. Процесс технологический. Да, технологический процесс. То есть вот мы сейчас это смогли найти, но больше потому, что все-таки наша цена, она ниже, чем рестораны, кафе, там, да, у нас гриль-бары и у нас столовая. И мы смогли создать единый продукт, единое качество огромными усилиями, там, чтобы это было каждый день одно и то же в каждом заведении. Я не буду людям рассказывать, это очень так, можно много говорить, что для этого сделано. Ну, можно сказать, что почти по ДСО 9001, да? Да, и то, каждая столовая имеет, опять-таки, свою атмосферу, все равно немножко свое. И это гости замечают, которые любят ездить везде. Поэтому, возможно, пока нет засилия у нас иногородних, вот именно ресторанов, там, и кафе, потому что они будут все равно другие. Они придут с чем-то своим, и они создадут то, что они могут создавать. Это не значит, что наши будут вкусные, неинтересные, потому что мы делаем другой продукт. Видишь ли ты риски экспансии потенциальной и потенциального увеличения количества конкурентов именно на вашем рынке и столовых самообслуживания, и гриль? Мы видим и сталкиваемся с этим уже в последнее время очень серьезно. Значит, столовые открываются каждый месяц. Мы видим, ну, появился след за, там, сели-поели уже несколько других столовых, которые тоже имеют ни одно, ни два заведения больше. Мы видим уже приход федеральных игроков в этот бизнес. Поэтому конкуренция очень насыщенная. Гриль-бары сейчас тоже набирают определенную популярность. Я видел четыре новых гриль-бара, которые открылись. Я видел, наверное, с собой, с тем, что мы можем сделать лучше. Вот, наверное, как-то так. То есть мы смотрим на себя и говорим, наш бургер, ну, самый вкусный, вот просто как бургер. Все, я не бегу, не пробую все бургеры у всех. Я делаю свой, самый вкусный. Здорово. Здорово. И, Татьяна, тогда вопрос к тебе, как куратору этой сферы. Понятно, что, наверное, основная тема – это защита прав предпринимателей. А с точки зрения развития, то, о чем мы сейчас говорили, что, возможно, было бы претворить в жизнь совместного развития? Ну, если говорить, да, о местных игроках, да, чтобы мы здесь видели наших местных игроков, чтобы они не уходили с этого рынка, создавали дополнительные места рабочие, как говорит Петр, что у него больше, чем на каком-то комбинате, да, персонал работает, то, естественно, это вот нам необходимо сейчас в первую очередь. Мы наметили шаги, что мы будем делать дальше. Это и работа с муниципальными органами, будем выходить с предложения к ним. И, естественно, это обучение. Обучение будет. И, скорее всего, мы будем, наверное, вот этот налог ЕНВД, подумаем, каким образом мы… Снижать? Нет, он снижать, он как бы не снизится, просто увеличить количество квадратных метров, о чем говорит Петр. А, ну, уличная торговля, чтобы… Не только уличная торговля, так, не все попадают под ЕНВД, хочу сказать, предприятия общественного питания. Так, у нас заканчивается время, мы это услышали. Последний вопрос. Это следующий уже, да, следующий разговор. Когда следующая форцессия, ладно. Следующая у нас конференция будет в конце июня. Следите за новостями в Центре инвестиций. Здесь будет конференция с КНД. Все, спасибо всем. Спасибо всем, да. Я думаю, что было интересно. Хорошего всем дня. Спасибо.